Всем здравствуйте! Очередное мое видео, обзорное видео, по моим новым приобретениям винтажных украшений. Начну я свой обзор вот с этой маленькой птички. Очень симпатичная птичка. Это был аукцион. Не очень много народу ее хотели, поэтому цена была довольно низкой. Так, около пяти долларов, что-то. Пять пятьдесят, по-моему. Кристалл Аврора Бориалис. Здесь видим рубиновый глазок. И утраты мали на крылышках, к сожалению. Мне очень интересно, стали бы вы восстанавливать эмаль на крылышках? Здесь она такая непростая. Не однотонный красный цвет, а он имеет темнее к началу и светлее к концу. Я могу заметить, что первой была нанесена белая эмаль. И уже только сверху такая полупрозрачная красная. Восстановить такую эмаль я могу. У меня есть вот такая эмаль. Это холодная эмаль. Красной нет, к сожалению, но ее можно купить. Так, ну вот, как вы думаете, стоит ли восстанавливать эмаль? Или оставить как есть? Такая маленькая птичка. Без маркировки. Конечно же, винтажная. Ну, подозреваю, что это где-нибудь так 60-е, ну, или, скорее всего, 70-е годы. Я настолько влюбилась в эту технику. Плетение плетеных брошек из проволоки. Что не могла пропустить этого Марлина. Он же называется еще и Сэлфиш. И Сэлф имеется в виду как парус. Потому что у них плавник очень высокий. И здесь он сделан такой маленький. Может, это имелось в виду не Марлин. Но думаю, что все-таки, наверное, он. Вот. И это, как правило, крупная рыба. И существуют специальные охоты на этих Марлинов. Бедные Марлины. Разве можно такую большую рыбу убивать? Вот такая брошка у меня появилась. В коллекции моих проволочных брошек. У меня пополнились коллекции еще и тюльпанов. Сегодня я покажу вам пару тюльпанов, которые приобрелись. Но пока давайте разглядим, как следует вот этого Марлина с голубым глазом. Кто бы мог подумать? Самая первая моя брошка проволочная меня несколько удивила своей нелепостью. А теперь я сама специально покупаю эти брошки. Да еще бываю очень-очень рада приобретению. И вот этот Марлин меня тоже покорил. Иначе не скажешь. Я очень давно на него смотрю. Он уже лежит... У меня весь лист уже лежит несколько месяцев. Но решила я его забрать, пока он еще никем не купился. Так, маркировки, как видим, нет. Конечно же, он винтажный. Я думаю, опять же, это и 60-е, и 70-е. И тема Марлинов почему-то очень хорошо раскручена. Есть очень красивые броши. Прям брала бы все подряд, но... Но они так... Цены у них колеблются в очень большом диапазоне. Ну и понятно, что самый интересный из них стоит дорого. Вот такой Марлин. Давайте я его сравню со своей ладонью. А еще лучше будет сравнить его с линейкой. Ой, наоборот, этим концом. Потому что у нас с вами все-таки система метрическая. Итак. Вот такие у него размеры. Классная рыба. Я обязательно его приколю. Обязательно. Я вообще покупаю такие брошки, которые хочу надеть. Ну, иногда... Хотя нет. Я, конечно... Бывает, что покупаю и такие, которые знаю сразу, что никогда не надену. Либо потому что там повреждения какие-то серьезные, либо потому что... Ну, просто... Просто потому что она не актуальна. Но все равно мне нравится, конечно. Итак. Вот такая рыбка. Вон, смотрите, там жемчужина прячется. Я же ее-то не показала. Вот такой классный. Я покажу вот такую брошечку. Я уже его анонсировала. Это тюльпан. Один из тех двух, которые я сегодня покажу. Итак. Здесь у нас янтарь. Причем это балтийский янтарь. Есть и маркировка на этом тюльпане. Когда у меня появится ультрафиолетовая лампа, я это проделаю. Так, где тут маркировка? А где маркировка? Так, я покажу вам булавку. Я что-то не вижу никакой маркировки. Однако продавец подписал эту брошь. Сейчас поищем вместе. Не знаю, что сказать. Я не вижу никакой маркировки. Может быть, на видео увижу. Итак. Продавец подписал это Vessel. V-E-S-S-E-L. Компания. Вот такая. И это серебро. 925-я проба. Было так написано продавцом. Ну что же. Такую компанию я не слышала о ней никогда. Возможно, это все-таки янтарь. Посмотрите. Я пробовала натереть его тряпочкой. И потом, чтобы бумажка примагнитилась. Бумажка не магнитилась. Но, учитывая, что здесь очень маленькие кусочки янтаря, может быть, бумажка должна быть очень маленькой, легкой. Чтобы она примагнитилась к нему. Но я верю, что это янтарь. Пока верю. Проверим, узнаем точно. Так, ну и сейчас будет, наверное, королевой этого показа вот такая чудесная брошь. Посмотрите. Еще один тюльпан. Это совершенно драгоценный тюльпан в моей коллекции. Не потому, что он мне стоил дорого, а по своей редкости. Я думаю, что это редкая брошь. Потому, что здесь у нас с вами бакелит. Это бакелит. Декорирован кристаллами. Вот такой. Сейчас поверну его другой стороной. Стоил он мне поистине недорого. И куплен на аукционе. Я думаю, что просто те, кто хотел купить его, прозевали аукцион. Вот и все. Что со мной случается нередко. Ну, всю красоту не скупишь. Никаких денег не хватит. Поэтому я уже перестала переживать по этому поводу. Но эту брошь я не могла пропустить. Я очень рада, что она купилась. Я ее ношу с удовольствием. Прикалывала уже несколько раз. Выгуливала ее. Очень крупная брошь. Посмотрите, какая крупная. Тяжеленькая. Это не на легкое что-то. Это все-таки для куртки. И я в моем случае прикалывала ее к жилету. Такой теплый жилет у меня есть. И собственно вот на нем. Вот такая брошь у меня появилась. Смотрите, какой чудесный тюльпан. Абсолютно чудесный. Я очень рада, что купила его. То есть сказать недорого, недорого, все-таки относительно. Я даже не представляю, по какой цене он бы мог, фиксированной цене он мог бы продаваться. Но на аукционе мне удалось. Именно потому, что кто-то, скорее всего, прозевал сделать ставку. Что вы думаете про эту брошь? Права ли я, что я так рада? Рада этому приобретению. Я не проверяла, бакелит это или нет. Хотя у меня такая возможность была. Бакелит был не... Очень ненадежно вклеен сюда и качался. Я его просто намочила, этот клей. Он отмок и бакелит поддался. Вставка эта поддалась. Я ее вынула, почистила старый клей и приклеила на новый. Очень красивый. Не могу оторваться. Так, я сейчас покажу вам коллекцию своих тюльпанов. Как-то я уже, уже как-то показывала свои все тюльпаны. И так, рыбка, ты пока полежи в сторонке. А, да, вот еще одна бакелитовая брошь. Она у меня очень давно приобретена, но я ее ни разу тоже не показывала, не демонстрировала. Бакелитовая брошечка, старенькая. Куплена давно. В самом начале моего увлечения случайно попалась. Она была очень недорогой. Ну, я ее и прикупила. Я думаю, что здесь не тюльпан. Не знаю, цветок гибискуса, скорее всего. Так, как-то. Так, ну и еще раз покажу все свои драгоценные тюльпаны. Я напоминаю вот этот тюльпан. У меня приобрелся уже после того, как я показывала всю свою коллекцию. Это у нас Ара Кавантри. Здесь немецкая брошь с тюльпанами. Тоже была не так давно. Серебро, марказеты и эмаль здесь. В этом случае. Так, австрийская брошь с тюльпанами. Это давно уже появилось. Тоже в самом начале увлечения. Так, эта брошь появилась не так давно. Но как-то она у меня не вписывалась никуда. И вот я про нее забыла. Но это современная брошь. Я думаю, что это 90-е, наверное. Может, и еще младше. Не знаю. Ну, что-то понравился тюльпанчик. Взяла. Есть утрата эмали. Так, здесь у нас, конечно, очень старая брошь. Вся она клепочках. Но я ее показывала уже. Это тоже начало. Самое начало моего увлечения. Я думаю, что это... Возможные 30-е, 40-е. Вот так вот назовем. Так, дальше. Это брошь. По-моему, я ее показывала. И на тот момент я не находила у нее маркировки. Я, насколько я помню, я не видела маркировку. А теперь я ее увидела. Так, сейчас. Ждите, где она? Вон она. Видно вам? Маркировка Джамас. Почему я сразу не заметила ее, я не знаю. Так, брошка от компании Джамас. Очаровательный тюльпан. Он тоже на клепочках есть. Этот был совсем недавно. Ой, не люблю на зеленом фоне. Эти тюльпанчики были совсем недавно. Похоже видно тюльпаны, правда? Длинные листья. Длинный стебель. Так, ну, были еще тюльпаны, но я искать их не стала. Не помню, где они все лежат. Так, я решила вспомнить только про эти. Ну, а сейчас я добавлю все, что сегодня было. Так, птичка. Ну, это все, что я показала сегодня. Новые брошечки, которым я очень-очень рада. Мне очень интересно, стали бы вы восстанавливать эмаль на этой птичке. Что вы скажете? Рекомендуете вы проделать такую работу? Я, конечно, прежде чем вообще дотронуться эмалью до кисточкой, до этой брошки, я, конечно, попробую это сделать на чем-то другом. На чем-то, на каком-то другом куске металла, чтобы посмотреть, как это все. Возможно ли это остановить так, чтобы было незаметно. Так, вот. Ну что же, спасибо всем вам за внимание. Это все мои новости на сегодня. А вам всего доброго, хорошего настроения, удачи. Пока-пока.